Ставрополь 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 ваше отношение к городу. Вы знаете, как я считаю, все делают люди, мы лишь только помощники для людей. Вот я знаю, что все делают люди, а мы можем помочь всем. Все-таки в текущей ситуации, я бы хотел попросил ваше внимание обратить, несмотря на то, что мы сегодня перешли в первый этап снятия ограничений по коронавирусу, все-таки по текущей ситуации по коронавирусу, эту ситуацию каждый глава держит на контроле. Вы на своем предыдущем месте, наверное, мы столько с этим касались, но тем не менее, сегодня профилактические мероприятия, санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые применяются муниципально-городскими территориями, это сегодня Ваша задача. Сейчас что происходит в Ставрополе с коронавирусной инфекцией? Конечно, все мероприятия, которые предписаны и Вашими постановлениями, мы их анализируем, анализируем и будем держать на особом контроле. Важнейший элемент, это внебольничные пневмонии и случаи заражения коронавирусом, которые не определена эпидемиология. То есть мы не понимаем, откуда человек это приносит нам. Это самые сложные случаи, и вот это уже задача, конечно, в первую очередь медиков, но в том числе и глав, потому что сегодня каждый разбирается с каждым случаем возникновения коронавируса у себя на территории. Мне за этим нужно постоянно следить. Владимир Владимирович, все вопросы, связанные с пребыванием на территории города Ставрополя людей, все мы их отслеживаем, все мы им даем предписания, все мы им даем рекомендации, отслеживаем. Ну, по вопросу, касающийся вот недопущения коронавирусной инфекции на территории города Ставрополя, Владимир Владимирович, все разберусь, вникать будем во все вопросы и будем стараться, чтобы город удержать. Губернатор уделил особое внимание тому, что Ставрополь участник многих федеральных и краевых программ. С привлечением средств российского и регионального бюджета введется строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов, благоустройство территорий. Каждый из этих проектов Владимиров поручил держать на особом контроле главе города. Наша текущая ситуация. Смотрите, мы начали очень много здесь строительных работ. Конечно, самые наши там большие проекты это Комсомольский пруд, Пионерское озеро, строительство дорог, проектирование развязок, строительство школ, детских садов, обустройство скиверов, которые мы ведем. Все эти работы мы всегда договаривались, что мы выполняем четко в соответствии с графиком. Во-первых, мы взяли федеральные деньги и их исполнение это важнейший элемент нашей работы. Ну, министр, я вам не буду объяснять, чем грозит неисполнение в части выполнения работы за федеральные деньги. Вне сомнения, те денежные средства, которые сегодня напрямую с краевого бюджета города Ставрополя пришли. Это сложнейший этап, потому что в любом случае неисполнение этих средств, включая за собой дальнейшие уже санкционные мероприятия. Ну и плюс, доверие жителей будет подорвано. Если мы что-то пообещали сегодня, то мы это должны сделать. Удалось вникнуть в текущую ситуацию, что происходит? Владимир Владимирович, у нас на сегодняшний день по городу Ставрополь в этом году мы должны ввести в эксплуатацию 4 детских дошкольных учреждения. И одно учреждение мы должны начать строительство. То есть всего пока... Это на федеральную школу? Нет, это на детские сады. А, детские сады. Это на детские сады, да. Вот 4-й, 5-й детский сад мы должны начать в этом году. Ну, там небольшой у нас процент освоения. Это в 204-м квартале в районе Чапаевка. Один детский сад у нас готов. 1 сентября этот детский сад должен начать прием детишек уже. По трем оставшимся детским садам. Владимир Владимирович вник, изучил графики, которые были определены. Там на декабрь, к декабрю месяцу они будут все сокращаться в сторону уменьшения. Возьму на сами строгий контроль, потому что понимаю, что такое выполнение нацпроекта «Демография». По местным инициативам у нас ведется строительство пяти объектов. Это сквер декабристов. Ну, все скверы. Значит, запланирован на среду объезд и жесткие составления графиков, выполнение работы и освоение денежных средств. У меня запланирован объезд всех дорог, которые выполняются и по национальному проекту, и в рамках региональных программ. И все, что связано с благоустройством. Я очень попрошу. Мы всегда здесь все успевали, поэтому всегда нам очень сильно доверяли федеральные центры и, соответственно, все рядом стоящие с нами органы. Значит, понимаю ответственность... Проектирование. Будущий год. Не забудьте. Мы должны будем перейти 100% к развязке. Мы еще должны будем построить как минимум раз, два, три школы. Две четвертый квартал. Федеральная и в Юго-Западном. Мы как раз к этому уже шли. К дальнейшему развитию. И то, что мы всегда планировали. Сейчас заканчиваем 45-ю параллель, российский проспект. И нам нужно выходить. У нас был проект выхода с Серова на объездную. Мы ее также объездную будем рассчитывать. Поэтому эти проекты нам нужно опять поднимать и заново все делать. Понял. Обсудили и предстоящий парад победы. Владимиров поручил провести его максимально безопасно для жителей города. Иван Иванович, у нас президентом России принято решение 24 июня проводить парад победы. Мы много мероприятий рассматривали. Смотрели сегодня эту ситуацию? Как нам организовать парад и в то же время не ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку во время парада? Владимир Иванович, просматривали самые различные варианты с учетом развития и санно-эпидемиологической обстановки. Конечно, надо людям дать возможность посмотреть парад. Какими-то ограничительными действиями, наверное, мы не решим этого вопроса. Как вариант, и мы его сейчас изучаем, прорабатываем и внесем вам предложение, можно вокруг Дзержинского, Морозова наметить маршрут прохождения техники, чтобы людей не собирать только вокруг площади, потому что такую мы там не делали социальную расстановку, но мы ее просто не выдержим, потому что люди будут идти. А если они будут расставить их по двум сторонам дороги, это достаточно большое количество людей смогут посмотреть. Я согласен, давайте попробуем расставить. Мы проработаем этот вопрос, и вам тогда, Владимир Иванович, внесем предложение. То есть мы отработаем это и с правоохранительными органами, и с военными, то есть со всех сторон. И если позволите, внесем предложение. Я согласен. У нас еще в этот день было открытие сезона фонтанов, по-моему, в городе стало запланировано. Здесь какие предложения? Владимир Иванович, 24-го это, получается, мы празднуем день победы. Да, президент, кстати, объявил день выходной. Мы праздновать будем день победы, который не удалось отпраздновать. Если, вот как вы отнесетесь к тому, чтобы все-таки 24-го, так как это выходной день, и сделать его полноценным и готовым уже к отдыху людей. То есть провести открытие фонтанов, фонтанов, не 24-го, а 23-го числа на вечернее время. Я думаю, это разумно, потому что нужно людям дать возможность полноценный выходной действительно получить, чтобы уже выйти с семьями на фонтаны. Они выйдут. Кто-то с утра на фонтаны пойдут. У нас фонтаны красивые, много, 22 объекта фонтанова, каждый выйдет с семьями. Да, Владимир, мы точно это поддержим. Отдельно Владимир Владимиров поднял вопрос о диалоге между городской администрацией и жителями Ставрополя. Возможностей принять участие в нем у горожан должно становиться больше. Для этого нужно не только сохранить прежние способы, но и создать новые форматы получения обратной связи от горожан. Иван Иванович, смотрите, чем славилось руководство города Ставрополь, Андрей Хасанович, это открытость у собственной позиции. Инстаграм, встреча с людьми, вне сомнения. Я уверен, что у вас это получится, потому что вы все-таки бывший министр социальной защиты населения Ставропольского района. У вас получалось много встреч таких, но вот эти форматы взаимодействия с людьми нужно возобновить. И желательно бы их еще больше укрепить и больше открыть. В ходе рабочей беседы затронули и еще одну актуальную тему. Владимиров поручил главе города продолжать оказывать помощь бизнесу и населению, лично это контролировать. Также он указал на то, что нужно проанализировать эффективность уже проведенной работы в этой области. Иван Иванович, знаете, у нас в крае и в Российской Федерации по поручению президента был разработан большой-большой план по поддержке бизнеса. Потому что коронавирус не уходит, он же у нас сильно ударил по бизнесу, потому что три месяца все-таки фактически люди не работали, и это было сложно. Второе направление – это помощь социально защищенному краю. Тут больше вам знакомо было, это сегодняшние, по-моему, порученные наборы доброты и также молочные продукции, которые мы сегодня распространяем. Иван Иванович, чтобы оценить правильность принятых решений и правильность действий, нужно понимать, сколько кредитов бизнесу мы закрыли, сколько сегодня субсидий бизнес получил, скольким семьям мы смогли помочь, сколько смогли получить отсрочек по налоговым вычетам. Я вас очень прошу, на свой контроль это возьмите. Особенно вопрос, связанный с поддержкой бизнеса и поддержкой прямого населения. И дальше, если эти нормы востребованы, и люди еще требуют продолжения этого всего, нужно это продолжать. Понял, Владимир Владимирович. Возьмем на контроль поддержку малого-среднего бизнеса, получение ими материальной поддержки. Такие планы мы уже наметили, вплоть до того, что будем, как говорят, в ручном режиме сопровождать то или иное малое предприятие, для того, чтобы довести от момента обращения до момента получения его. Глава края обратил внимание Ивана Ульянченко и на одну из проблем, которую жители города поднимают в обращениях к власти. Это точечная застройка. Такой подход к развитию города должен остаться в прошлом. Семь лет мы вместе с Андреем Гацановичем практически проработали. Постоянная борьба с точечной застройкой. Смотрите за этим. Нельзя отдавать ничего в точку застраивать. Нужно все-таки идти уже более глобально. Потому что людей сегодня это очень сильно пригодит. Понял. И знаете, хорошие были слова, когда-то сказали, Андрей Гацановичем, мы ничего плохого здесь не делаем. Вот это должно быть нашим девизом. Девизом. Мы ничего плохого здесь не делаем. Только развиваем свой город. Хорошо? Я тоже возьму это на вооружение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!